Баба-Яга это характерная роль. У меня были тут синие руки. Подписывал эти бутылки в безумном количестве. Это актерская работа, простите меня. Поэтому Гитлер, это Муссолини или Хренову. Веревка же не виновата, что из нее петлю делают. Ну, конечно, я фантазер. Я не помню, чтобы я спасал жизнь. Владимир Горянский, актер театра и кино, заслуженный артист Украины, сыгравший в десятках фильмов, спектаклей и сериалов, включая знаменитый день рождения буржуи. Но, если честно, для меня, я думаю, для многих из вас, Владимир Горянский запомнился по роли в коротком рекламном ролике. Сейчас напомню, в каком. Я встретил старого друга. Друга встретил старого. Встретил старого друга. Встретил старого друга? Нет. Старые дружи. Встречайте в ближайшем магазине. Не встретил. Не знаю, возможно, я по себе сужу, но мне кажется, что вот именно народное признание ваше, оно пошло после рекламы старой дружи. Нет. Мое личное ощущение. Вспомните, пожалуйста, как это происходило, эта съемка, вообще этот проект, как случился? Я не помню, какой год это был. Рекламное производство пыталось найти себя, вот какие-то агентства только организовывались. Хотя было много любопытной рекламы, какой-то такой, не очень дорогой, но очень креативный, вот какое-то появлялось, я помню. Не все в этом поле вот что-то искали. И потом мне позвонили, пригласили на пробы рекламного ролика, так и сказали. То есть сюжет уже был? Безусловно, уже искали актера. Когда я приехал, снималось оно в Москве, почему-то в Москве, ну, 2001 год. Я не понимал до конца вообще, что от меня хотят еще. Мы пришли на эту лестничную площадку. Методом пробы и ошибок начали снимать какие-то куски. Я выходил из лифта, там что-то танцевал. Ну, в общем, сад такое. А, то есть было несколько, как бы, идей, да? Да, было несколько идей, потом мы уже подобрались к этой идее, когда я звоню этот глазок. А технически как это выглядело? Перед вами камера стояла в дверном проеме, да? Ну, да, там широкоугольный объектив. Я заглядывал. И вот, когда мы подобрались к этому и начали снимать после первого проба вот такой дубля, сразу остановились на этом варианте. Единственная проблема была, как бы, ну, не проблема, все-таки я профессиональный артист, мне нужно было, хотели снять все одним кадром. Даже вообще, чтобы ничего не резать, потому что это, в принципе, это очень актерская реклама. Там ничего нет, кроме артиста. Ну, не помню, там два варианта. Есть длинный 30 секунд и есть, по-моему, 15 секунд. И вот я должен был сыграть. В голове у меня эти тикали часы, я вообще не знаю, как это получилось. И я практически, мы немного дубли делали, сняли эти два ролика по 15 и 30 секунд. И потом уже, когда посмотрели, режиссер, помню, сказал кому-то так шепотом, после этой рекламы, типа, что этот артист будет самым, там, такой известен. Ну, так и получилось, мне кажется. Ну, я не придал этому значения, потому что у меня был буржуй, я и так известный был. Но просто это был, как бы, второй взлет популярности, такой очень активный. Когда вышла эта реклама, то, конечно, что-то произошло нечто. Как будто ничего не существовало вообще на телевидении. Это было обидно для вас? Или как-то, наоборот, вы чувствовали радость от того, что еще больше толчок? А почему обидно? Потому что это реклама все-таки, а не работа на сцене. Вообще, во всех рекламах, которые я снимался, я не был статистом или просто лицом. Это все актерская работа, простите меня. Поэтому мне за нее не стыдно абсолютно. Там говорят, ах, водка, не водка. Ну, друзья мои, веревка же не виновата, что из нее петлю делают. Я это каждому говорю. Вы что думаете, от того, что там успешной рекламой больше пить стали? Нет. Просто перешли на другую водку, старый друг. Вы сами пили ее? Ну, конечно, пил, попробовал. Во-первых, они не успевали ее производить, потому что спрос был такой, что увеличивали там производство, еще что-то такое. Во-вторых, у меня были тут синие руки. Потому что где-то я там шел, меня хватали за руку и говорили, подождите. Бежали, искали где-то эту бутылку водки, чтобы я там поставил автограф. Потом я носил с собой фломастеры, потому что пока не найдут ручку. А потом ручка, я помню, на этой этикетке не могла писать. Бегали, искали. В общем, это было что-то невероятное. И у меня фломастеры в кармане. Я сразу досвал фломастер и раз, подписывал эти бутылки. В безумном количестве. И все поднялись на этом. И компания, которая снимала, они получили очень массу заказов. Получили кучу премий всяких за эту рекламу. Пожалели, что у вас не было с собой фломастеров, когда вы были в Берлине и рядом проходила Леди Гага? Я не скажу, что я уже такой поклонник Леди Гаги. Как-то у меня мыслей не было брать автограф. Мне действительно с точки зрения шоу вот этого, машинерии этой всего, я был впечатлен очень сильно, очень ярко. Друзья, на минутку прервемся. У меня в студии в гостях мой друг Алексей Попов, руководитель сети Крыла, которого вы уже видели в нескольких выпусках Франч-4. Более того, год назад на этой самой сцене за этим столом он сражался в битве фастфудов и победил. Леша, а у тебя в жизни был актерский опыт? Да, конечно. Самый яркий опыт, роль зайчика в детском саду. Но, в принципе, в институте тоже было, участвовал. Часто выступал. Алексей, на самом деле, известный предприниматель. У него крупнейшая после Макдональдса сеть фастфудов на украинском рынке. Есть франшиза, по которой этот самый фастфуд вы можете открыть. Более того, сейчас какая-то сумасшедшая акция, о которой Алексей расскажет. Действительно, сейчас у нас уникальное предложение для наших партнеров. Если вы открываете ресторан Крыло по франшизе, то на протяжении 30 дней с момента открытия вы можете выйти из бизнеса, не объясняя причин. И в этом случае мы вернем вам все потраченные деньги. Круто. Ну, далеко не каждый делает такое на рынке франчайзинга. Друзья, короче, оставим ссылочку в описании на подробные условия акции. Плюс вот здесь будет подсказочка. Заходите, смотрите, открывайте фастфуд Крыло, закрывайте фастфуд Крыло, возвращайте все деньги. Ну, все честно. Ну, хотя франшиза, конечно, хорошая. Лично могло бы об этом действительно сказать. Друзья, мы теперь продолжим смотреть интервью. Как вы к Вагнеру относитесь? Ну, Вагнер, если он был любимым, понимаете, композитором Гитлера, Вы по этому поводу меня спрашиваете, ну, при чем здесь Вагнер? Ну, он был любимым композитором каких-то положительных героев. Нет, ваше отношение, слушали его? Ну, конечно, слушал. Очень мощный, сильный композитор с огромной энергетикой такой, посылом колоссальным. Вы 20 лет, уже более 20 лет играете Гитлера в пьесе «Майн кампф». Да. Для вас этот образ поменял отношение к этой личности? Не имею в виду, что он там стал вам больше нравиться или меньше нравиться, 20 лет играть Гитлера – это как? Вы понимаете, какая штука? Я даже не думаю, я понимаю, что кого играем и так далее. Не в этом вопрос. Вопрос не в нем. А вопрос в том, почему 20 лет играем. Почему они вырастают? На какой почве? Понимаете? Меня больше волнует этот вопрос. Кто вырастает? Гитлера. Они же не приходят из ниоткуда сами. Понимаете? Они же попадают в какую-то почву. Поэтому Гитлер – это Муссолини или хреновый, или из новоиспеченных кого-то. Я играю вот эту проблему, а не играю «Ой, вот он этот тип». Во-первых, я играю человека, который еще в 14 лет приехал поступать в Академию художеств в Венскую. Это мальчик, как все мальчики. И в первом акте это симпатичный парень, которого даже зритель любит, обаятельный и прекрасный. И вот что из него потом произрастает, и кто, как, почему это происходит. 20 лет я играю и задаю этот вопрос. Потому что то, что происходит в мире, вокруг, это тот же вопрос. Он остается. Ничему история не учит. Никого. Вы как-то в связи с тем, что начали играть эту роль, специально изучали жизнь Гитлера? Да, я какие-то вещи просматривал. У него же много этих эзотерических всяких было наклонностей. Всю клубов или как-то он этим интересовался. Первый фау-патрон, который был, он был рассчитан по траектории внутренней. Не внешней оболочки, а внутренней. Почему-то как-то была теория, что вообще это планеты, как капля, в которой внутри. Ну, как бы были такие темы там. Сейчас есть современные Гитлеры? Время покажет. Давайте, чтобы тему с Гитлером закрыть, вы до какого возраста планируете играть молодого Гитлера? Я не знаю. Я не знаю. Видите, уже пенсионный возраст. А ему там 14, да? Я в подштаниках выхожу. Иногда я говорю, там спрашиваю. Говорю, вообще это неприлично, говорю, что я выхожу вообще. Не-не-не, вообще забываешь об этом. Ну, там это возможно, потому что там это игра. Я же не играю откровенно. Вот сейчас вышел артист или как оперная певица вышла там Дездемону играть, а ей уже за 60, понимаете? Ну, там законы жанра, голоса и так далее. Здесь прием. Как прием это можно играть бесконечно. Поэтому, ну, зритель ходит, значит, можно играть. Зрителя не будет, наверное, и умрет спектакль. Я за то, чтобы проблема умерла, чтобы уже не было у нас таких проблем. Ну, конечно, я фантазер. Я готов ради этого уже не играть спектакль, если бы решилась проблема диктатора в мире. Чем вы занимались, когда Гитлер хотел рисовать, а потом решил захватить мир в 14 лет? В 14 лет я ходил в драмкружок. Я играл спектакли какие-то детские, светлые. Что тогда играли? По-моему, мы играли и «Снежную королеву», я помню. Такие сказочные приключения Чиполина мы играли. Потом мы ездили с концертами по детским этим лагерям, которые тогда были. Потому что я ходил этот в кружок самодеятельности, дворец культуры, в котором мы делали и гастролировали, ездили. И поэтому у меня такая была насыщенная творческая жизнь. А кто вас туда толкнул в драмкружок? Жизнь меня толкнула. Мой поиск чего-то такого светлого. Я уже рассказывал эту историю, что я жил в Шахтерском городке небольшом. Там была железная дорога. Мы туда бегали мальчишками, стояли, смотрели на поезда проходящие. В окнах тогда были такие купе, в которых торшерчики стояли, знаете. А там станции не было, эти поезда все время проходили, проходили. Я смотрел на эти окна тогда, и мне казалось, что это совсем другой мир какой-то. Совсем другой мир. Я себе фантазировал. Я думал, вот вырасту, стану машинистом, буду ездить. Ну, машинистом я не стал. А чтобы вот эту сказку воплотить в жизнь, вот фантазию, я попал в драматический кружок и понял, что я могу быть два часа принцем. На сцене, потом еще каким-то сказочным героем, волшебником. И, наверное, вот это осталось по сей день в моей жизни. Вот это ощущение, что иногда можно уходить от этой реальности, потому что театр – это все-таки вымысел. Это фантазия. Чтоб мы не играли. Поэтому я, наверное, вот до сих пор в этой иллюзии живу немножко. Ваша дочь сейчас примерно в том же возрасте. Она тоже, я так понимаю, решила стать актрисой. Но ей уже не нужно, наверное, так много этой сказки. В принципе, мы живем в довольно цветном мире уже. Нет, конечно. У них больше возможностей видеть это, видеть изнутри. Потому что она была на моих спектаклях. Она, знаешь, за кулисами, она, знаешь, за такой съемки. Тоже играют в спектаклях. Но уже не Чаполино и «Снежная королева». Одна из премьер, вот у них школьного театра, это был Чехов. Я был даже приятно удивлен. Очень сложное произведение «Черный принц». Поэтому меня это порадовало. Я понял, что это желание достаточно уже серьезное в этом возрасте, заявка на профессию. Что меня очень радует. Но она девушка и, к сожалению, не сможет заменить вас в «Майнкампфе». Кто знает. Вы знаете, Гамлета тоже играла женщина, если вы помните. Это даже интересный взгляд может быть. А, кстати, вы помните, когда вы впервые надели женское платье и накрасили губы? Наверное, в детстве мы всегда что-то придумывали, переодевались. Не только в женское платье, но в каких-то героев. Поэтому на сцене я-то не помню, когда это было. Вы сейчас играете в спектакле «А он моя сестра» Трансвестита. Вот с Гитлером мы разобрались, как играть. А Трансвестита как играть? Вы понимаете, я в спектакле не играю его сексуальное предназначение. Все-таки я тоже там играю человека, который не похож, наверное, на других. С точки зрения актерской я это воспринимаю как характерную роль. Я играл Бабу-Ягу в художественной самодеятельности, в детской. Вот тогда, наверное, первый раз надел облачение этого платья и так далее. И Бабу-Яга это характерная роль, острый характер. Поэтому мой герой, которого я играю в этом спектакле, это тоже острый характерный роль. В платье он, без платья. Для вас не имеет значения играть мужчину или женщину? Ну, я артист, понимаешь? Ну, когда я убийцу играю, допустим, или я играю полицая, это не значит, что я должен... А, нет, мне это не нравится, это... Мне интересна суть этого человека. Это облачение, это форма. А что внутри, понимаете? Когда артист говорит, ой, я это не буду играть, потому что это, господи. Я понимаю, что этот артист очень такой поверхностный, он не смотрит в суть. Зритель приходит, вот некоторые, да, это спектакль очень посещаемый. Некоторые зрители приходят уже с каким-то предвзятым отношением. И моя задача, вообще, финал спектакля, когда этого героя любят, когда этого героя зритель любит, забывая про все какие-то его недостатки, я не знаю, или что там. Понимаете, вот это, наверное, ценно, потому что спектакль о человеке, и, знаете, мужчиной можно назвать, знаете, не определяют штаны и половой орган, вот мужчина. Мужчину определяют поступки. И вот у этого человека поступки настоящего мужчины. И вот тогда зритель выходит и начинает думать, елки-палки, а сколько же мужиков в штанах, которые ведут себя как бабы. И для этого не нужно далеко ходить. Включите телевизор и посмотрите. И вы увидите поступки, поведение, предательство. Мы сейчас в ресторане вашем находимся, вашем с супругой открытым. Вам этот бизнес интересен, приятен? Вот этот род деятельности, скажем так. Я имею в виду по сравнению с актерством. Вы же, если мне не изменяет память, начинали вообще с ресторанного бизнеса. Когда вы переехали в Киев, вы работали сторожем кафе. Да, ну если это... Ну, насчет нравится, вы знаете, если нравятся мои супруги, значит нравится. И мне. Потому что я в этом практически ничего не понимаю. Я могу на уровне вкусно, там еще каких-то вещей. Лена специалист с большим стажем ресторанным. Поэтому она сумела создать атмосферу, сумела создать очень интересное меню, вкусное меню. Собрать команду, воспитать ее, которая работает. И поэтому мне нравится ресторан с точки зрения продолжения семейной традиции. Знаете, потому что наш ресторан – это продолжение нашего дома. Наши гости, кто приходят, это по сути наши друзья уже становятся. Это очень приятно. И встречи, и все. Мы это проводим здесь. И для меня это стало как частью нашего быта дома и так далее. Поэтому мне это нравится. Но ваши функции, то есть вы в операционку не лезете, ваши функции – это просто, видимо, дегустация блюд? Ну, в какой-то мере, да, конечно. Ну, есть какие-то организационные вопросы, в которые я тоже иногда вникаю. На концертах рекламируете ресторан? Ну, что после спектакля неплохо бы подкрепиться чем-то горяченьким? Нет, я думаю, что такой необходимости нет. Поэтому зрители, которые приходят ко мне на спектакль, часто будут наши знакомые. Вот здесь, да, есть традиция. После спектакля они всегда приезжают к нам. И дополнительно говорить им об этом совсем не обязательно. А давайте поговорим о современных актерах. Сейчас, во всяком случае, в сериальной, среди очень много ребят из КВН, из всяких юмористических проектов. Есть сейчас конкуренция между актерами, скажем так, которые заканчивали театральное, и которые имеют об этом очень общее представление? Все-таки актер должен быть актером. Если это не актер, оно же все-таки это все видно. То есть, правильно я понимаю, что если не заканчивал театральное, то актером с большой буквы нельзя называться? Вы знаете, театр, если это в театре, то он вскрывает тут же все. Если человек бездарный, то первые 10 минут, или только он открыл рот, уже все понятно. Некоторое время назад общались с Антоном Лирником из Comedy Club. Он играет в спектаклях, в частности, с Ольгой Бузовой. Это какой-то другой театр? Это другой театр, это продолжение КВН. Они могут сыграть на уровне «Я в предлагаемых обстоятельствах». Ну, это первый курс, первый семестр. Они же на уровне текста работают, понимаете? Многие даже не знают, что такое пауза. А пауза в актерстве — это главное. Текст — это такое дело, каждый. А паузу сыграть, например, ну, я утрирую. Есть же планы в актерстве. Актер, профессионал, он знает, что такое первый план, что такое второй план, что такое третий план. А люди, которые пришли из того же КВН, они играют на своем уровне, своего уровня спектакля. Ну, попробуйте, чтобы они сыграли Шекспира, допустим. Дальше в кино за счет дублей, и если талантливый режиссер, менее талантливый, он сможет собрать роль в кино. Я знаю очень много артистов, которые достаточно талантливы, как бы, в кино, но когда они выходят на сцену, это смотреть невозможно. Сразу вскрывается, насколько человек талантлив. Ну да, есть артисты, которые вот дали бог, что они вот в кадре, крупный план, там все, могут выполнять задачи именно здесь. Но сыграть спектакль два часа или три часа на сцене, это надо иметь талант и быть интересным все эти два часа. Вот это да. Театр – это мир профессиональных людей. В кино много случайного. В театре практически там очень сложно. Ну, хотя всякое бывает. Если говорить о кино, вы снимались в «Слуги народа-2» с Владимиром Зеленским и актерами «Квартала 95». Как они вам, как артисты? Как актеры, точнее. Ну, я же говорю, что они в своем жанре отлично работают. И у них нет никаких претензий на какие-то. Свой жанр они держат прекрасно. Мои сцены в основном были с артистами, с которыми я работаю в театре. Поэтому мне было легко. И я считаю, что «Слуга народа», тем более режиссер Леша Кирющенко, это театральный режиссер еще ко всему, он и начинал как театральный режиссер. И он очень в этом плане придирчивый к актерам, потому что не просто был артистом с ним работать, даже профессиональным, потому что он очень требовал много. Поэтому, я думаю, здесь разделять уже на артистов 95-го квартала еще нет. Получился очень хороший продукт, в котором каждый выдержал этот жанр. Зеленский на площадке производит впечатление профессионального актера? И как вам он именно в работе? Вы, может быть, чему-то его там учили или наоборот? Нет, я его ничего не учил. Во-первых, я попал во второй сезон. Знаете, что такое, когда актер новый приходит в уже сыгранный сезон? Первый же был. Все образы уже сыграны, они уже играют, что я им текст выучил и все. Володя – профессиональный человек, очень профессиональный, очень ответственный. В кадре с ним приятно работать, он импровизирует, он чувствует артиста. Поэтому контакт актерский он у нас был. Иногда же, знаете, актерам надо родиться. Образование – это еще не есть залог того, что ты станешь талантливым. Вот у меня студенты, да, и вот иногда, когда они только приходят на первый курс, вы даже можете им дать один и тот же монолог, да. Вот они еще с нуля, с листа. И поверьте мне, что обязательно 5-10 человек, они все прочтут его по-разному. Может быть, одинаково бездарно, но обязательно найдется один человек, который заставит тебя вдруг раз и слушать. Понимаете, вот это тот момент, в котором проявляется то, что дал ему Бог. Он заставляет тебя слушать, даже не будучи профессионалом. И моя задача как педагога, я понимаю, из них всех, там, 10-20 человек, ну, невозможно всех сделать гениями или талантливыми. Да, я дам им какую-то профессию в руки, ремесло. Но моя еще главная задача – развить в каждом тот талант, который дал ему Бог. А каждому он дал по-разному, понимаете? Сохранить индивидуальность этого парня. Потому что бывают такие трагические случаи, когда выходит курс, и они все похожи на художного руководителя курса. Потому что он их задавил своей харизмой, своим… Ну, бывает это с известными артистами. У меня другой подход в этом плане. Действительно, буржуй в то время стал действительно народным сериалом, любимым сериалом, потому что там появился новый герой нашего времени. Вот этот буржуй, который делал себя сам, который не был бандитом, как мы в 90-е, знаете, начинали, а он строил себя и так далее. Вот это новый персонаж. И мой герой, который в сценарии был совершенно по-другому выписан, а я его сыграл по-другому. Он стал любимым героем людей, которые его смотрели. К вам не обращались после этого сериала за психиатрической помощью? Обращались, конечно. Ну, я диагноз это не мог поставить. Я в другом смысле, что много обращалось людей за советом просто. Люди, которые вот они считали, как будто я свой, которые они меня давно знают, понимаете? Вот это ощущение, которого героя с экрана, они приняли как своего близкого человека. И вот с этой позиции многие происходили вещи, которые я там еду в такси, со мной мог просто таксист заговорить, как будто он мне 200 лет знает. Ну, я к этому привык, я как бы продолжаю. Начинают мне рассказывать о своей жизни, о своих проблемах. Просят совета и так далее. Я как-то имел неосторожность что-то посоветовать. И потом этот таксист меня искал где-то через месяц или два. Ну, в общем, нашел меня на этом же месте, где он меня забирал, чтобы сказать мне огромное спасибо. То, что вы мне посоветовали. Я уже забыл вообще, что я посоветовал. Ну, таких случаев много достаточно было. Даже был случай, когда ко мне подошел человек, это был прием в Липском особняке, я помню, какой-то. И подошел ко мне красивый молодой человек, лет 35 ему тогда было, это было лет 15 назад, или сколько там, только прошел буржуй. Он говорит, спасибо, вы мне жизнь спасли. Я говорю, я не помню, чтобы я вам спасал жизнь. А он говорит, ваш герой, Костя, психиатр, у меня спас жизнь. И он мне рассказал свою какую-то историю жизни. Во Франции он уехал за границу, и там были какие-то сложности. Очень тяжело, и он как бы уже не понимал, что с ним происходит и так далее. И вот как-то мой герой его вдохновил какими-то поступками, я не знаю, чем. И это успешный человек, который живет там, бывает здесь. В общем-то, ну, разные случаи, я могу бесконечно об этом рассказывать. Поэтому, слава богу, что видите, экранные герои все-таки имеют, что-то могут, я говорю, не во вселенском масштабе что-то изменить, но во всяком случае, помочь какому-то человеку изменить жизнь, во всяком случае, это реально. Ну вот и все, друзья, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, если это действительно так, и подписываться на канал. У нас здесь интервью не только с предпринимателями, но и вот с представителями шоу-бизнеса, актерами, певцами, композиторами. Иногда, знаете, позволяем себе даже такое. Ну а теперь конкурс. Все, что нужно, как обычно, подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях свой любимый сериал или фильм. И самое главное, почему. Почему вам нравится сериал, фильм, который, возможно, вы смотрели много раз подряд. Вот прям настолько он вас впечатлил. А подарком будет обед на двух персон в ресторане Владимира Горянского и его супруги Елены. Сможете задать ему все вопросы, которые не задали мы в рамках этого интервью. Конечно, это в первую очередь актуально для тех, кто сможет приехать в Киев. Но даже если вы будете из другого города или страны, я думаю, мы что-нибудь для вас придумаем. Так что дерзайте, друзья, пишите комментарии. Подробные условия конкурса всегда есть в описании. И увидимся с вами уже очень скоро. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. Увидимся. Это French TV. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин